Разберем следующую задачу. Нужно найти сумму чисел в последовательности, которая заканчивается числом 0. То есть мы не знаем, сколько чисел нашей последовательности, но мы знаем, что последовательность заканчивается нулем. Давайте разберемся, как решить проблему с вводом такой последовательности. Итак, у нас есть некие числа, некоторые целые числа, которые вводятся и заканчивается все это нулем. Итак, вводим число. Далее проверяем, если оно не равно нулю, то мы снова вводим число. Как только снова ввели, обратно проверяем, если оно не равно нулю, обратно вводим число. Как только в переменной n появится наше число 0, которое прерывает нашу последовательность, то мы выйдем с цикла. Ну и давайте посчитаем тогда уже сумму чисел. Итак, вводится первое число последовательности. Заводим сумматор, в котором хранится число 0. Пока введенное число не равно нулю, мы складываем наше первое число, которое мы ввели в переменную n, и потом перезаписываем значение переменной n. Потом снова проверяем, если новое значение переменной n не равно нулю, снова прибавляем в сумматор и снова вводим. И так до тех пор, пока в переменной n не окажется значение равным нулю. Как только n становится равным нулю, мы выходим из цикла и выводим значение сумматора. Обратим наше внимание в следующих двух строках. Почему сначала мы суммируем, а потом вводим? Все потому, что мы вначале уже ввели первое число в переменной n, и мы должны его тоже добавить в сумму. Если мы поменяем местами эти две строчки, то мы пропустим первое число. То есть не посчитаем в сумме первое число. То есть сначала считаем сумму, а потом перезаписываем новое число.